Он уже когда лежал, у него кровь дошла, его добивали, все равно лежали. Место драки ученики 46-й запомнили хорошо. Мальчишки говорят, ничего не предвещало беды. После уроков они вновь пришли в школу, на стадион, где обычно играли в футбол. Здесь-то и встретились с учениками соседних школ. Они мне начали спрашивать деньги и сказали, что без спички купил. Я сказал, что у меня нет возможности их купить. И они сказали, что они здесь будут ждать. Я ушел, и мы вот в общем сюда пришли. И они уже там, когда оттуда выходили, они уже 7 человек выходило. И сюда они вон на травку присели уже там. И потом, когда мы уже уходить начали, они уже один пацан, Айтуре, ко мне подошел. И говорит, где спички, начал деньги спрашивать, ударил. А потом они сами сказали, что никакой стрелки это не будет, что мы не будем сейчас. Просто мы в любой момент к вам придем и поговорим. Уже будем типа с вами по-другому разговаривать. Мы придем в любой момент и готовьте себе скорую помощь. Скорая помощь действительно понадобилась. Один из ребят попал в реанимацию. Подросток до сих пор в тяжелом состоянии. Он только сегодня начал приходить в сознание. Благодаря врачам, которые своевременно сделали операцию, то есть по извлечению осколков этих костей из головы, он сейчас в сознание пришел. В сознание пришел, но ему нельзя не двигаться. Вообще абсолютно. Он только должен лежать. Вот сегодня мне только позвонили из больницы, что им снова у него наступило ухудшение состояния. Их били с особой жестокостью, говорят мальчишки. Как избивают девятиклассников, из окна кабинета увидела директор. Вместе с педагогами она разнимала драку и вызвала скорую. Просто к ним пришла толпа людей, толпа этих подростков. Я говорю, если бы мы вот отсюда не увидели, не выскочили, просто неизвестно, чем бы это закончилось. Директор 65-й школы от комментариев отказалась, но в разговоре с журналистами признала, действительно, среди тех, кто избивал учеников 46-й, были ее школьники. Сейчас избиение школьников расследуют полицейские. Дело возбудили в Ембекшинском РОВД. Продолжение следует...